Привет, котятки! Вы смотрите инстановости своего ТВ. Поехали! Ставропольский гандболист Константина Гропула возвращается в большую игру. Правый полусредний сборной России подписал контракт с одним из ведущих клубов Польши – Вислой. Сейчас он активно тренируется. Когда достал сосед с дрелькой, и ты решил постучать ему в стену. Где научиться метать деревянную биту, что объединяет Толстого, Горького, Шаляпина и Ленина? Игра в городки. В курортном парке Железноводска возродили исконно русскую игру, где каждый желающий может обучиться городошному спорту совершенно бесплатно. Опытный инструктор расскажет жителям и гостям, чем отличается фигура колодец от пулеметного гнезда и научит правильно метать деревянную биту город. Группа альпинистов из Пятигорска во время восхождения нашла на склонах при Эльбрусье остатки лагеря, предположительно снесенного лавиной в 70-х годах. Среди вещей, обнаруженных альпинистами, был паспорт мужчины, 1959 года рождения. Документ пролежал на горных склонах больше 40 лет. Оказалось, владелец паспорта Андрей Тарченко выжил и теперь живет в США, в штате Огайо. В рюкзаке Андрея Тарченко вместе с паспортом была банка сгущенки и новый ледоруб. Утеряй этих предметов, отметил Тарченко, стало для него особенно обидным. Зато ипотеку на его имя никто не взял. Усы, лапы и хвост! Ну вот мои документы! 33 дня осталось до народного интернет-праздника. Где-то вдали почти неслышно крадется Михаил Шуфутинский, чтобы зажечь костры рябин и перевернуть календарь. До 3 сентября осталось 33 дня. Видите этот кексик? Это не простой кексик. Это мы сегодня отмечаем маленький праздник. Ровно месяц назад мы впервые перевернули телекамеру и первыми в крае записали новости в таком формате. Кто молодец? Мы молодцы! Ставьте лайки, подписывайтесь на наши YouTube и Instagram каналы. Увидимся! Пока! Вот так делать лицо или вот так? Камеру смотри! Ну как? У меня глаза скосились. Ну как тебе надо-то, господи? Идеально!